Всем привет! С вами Максим Выручек, ведущий видеоподкаста Future Simple. В рамках сегодняшнего выпуска я вам расскажу важные новости про импортозамещение на российском IT-рынке. Погнали! Тема моего спича касается сегодняшней ситуации в сфере информационных технологий на российском IT-рынке. С недавних времен о приостановке своей деятельности в России заявила большая часть крупных поставщиков программного оборудования, такие как Microsoft, Oracle, SAP, Autodesk и другие. Естественно, как вы могли уже догадаться, значимость таких IT-игроков была очень большой, так как их клиентами были не только крупные частные компании, но и государственные муниципальные учреждения. Но давайте по порядку. 2022 год не стал началом пути импортозамещения. Как раз таки напротив, процесс перехода на отечественное ПО в IT активно продолжается уже с 2015 года. Если обратиться к статистике, то уже на начало 2019 года доля нашего ПО в закупках государственных органов составляет примерно 65%. Сегодня мы можем наблюдать непростую экономическую ситуацию, но точно нельзя сказать, что с уходом западных компаний бизнес-процессы у российских игроков рынка ждет крах. Процесс импортозамещения запущен еще в 2015 году. Сейчас на рынке существуют конкурентно способные российские IT-решения, которые работают уже не первый год и действительно смогут стать альтернативой для наших компаний. Некоторые компании выбирают тактику, так сказать, заморозки и решают вовсе отказаться от обновлений ПО, продолжая работу на последних доступных обновлениях. Однако такая тактика работает лишь в краткосрочной перспективе. Так, например, мы можем не устанавливать обновления на телефон и продолжать пользоваться его функциями. Но чем дольше мы будем игнорировать меняющиеся технологические требования, тем выше вероятность окирпичивания и потеря конкурентноспособности рядом с тем, кто смог найти альтернативу. Давайте теперь разберем те сложности, с которыми может столкнуться частный сектор нашей экономики в процессе импортозамещения. Во-первых, это кадровый потенциал в IT-сфере. На сегодняшний день в России абсолютно не хватает разработчиков, чтобы полностью закрыть потребность в быстром создании ПО. И сейчас менее трети российских компаний столкнулись со сложностями. Конечно, по прогнозам цифра будет только увеличиваться. Во-вторых, отсутствие возможности мгновенного перехода на российский софт. Невозможно нажать просто так на одну кнопку и за один час сменить иностранного вендора. Поэтому, формируя планы по переходу на отечественное ПО, необходимо закладывать временной ресурс. В-третьих, сложности с логистикой, зарубежных компонентом в российском железе. Сейчас из-за санкций и закрытия многих границ были нарушены все логистические поставки комплектующих, из которых, конечно же, состоит наше оборудование. Разумеется, найдутся обходные пути. Но в любом случае это создаст дополнительные сложности на сегодняшний день. Кстати, говоря про российские IT-компании, нельзя не упомянуть и про реестр отечественного программного обеспечения и аппаратных решений, которые составляют Минцифры и Минкомторг с 2016 года. Благодаря составленному перечню отечественной компании смогут выбрать для себя подходящее решение. Еще помимо этого, на текущий момент государство разработало первый пакет мер поддержки. Первое правительство на три года освобождает IT-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами власти. Компании смогут взять также кредиты до трех процентов годовых на продолжение работы и на новые проекты. Плюс к этому сотрудники IT-компании смогут взять льготную ипотеку и получатся срочку от армии до достижения 27 лет. Такое решение принимается, чтобы снизить отток кадров из страны. Также планируется расширение программы грантов на разработку отечественных решений. Такая поддержка на государственном уровне позволит ускорить развитие российского IT-сектора. Для IT-производителей импортозамещение может стать новым конкурентным рынком с крупными перспективами для развития. Уже сегодня на рынке достаточно зрелых игроков, способных отвечать на растущие требования бизнеса. Их число будет только расти. С вами был Максим Выручек в видеоподкасте Future Simple. Сегодня мы узнали самые важные новости из мира импортозамещения. До скорой встречи в следующем выпуске. Также не забывайте ставить пальцы вверх, писать в комменты и подписываться на наш YouTube-канал. Всем пока!